То, что вы показываете, говорите СВЧ, ВЧ, но каким прибором вы измеряете? Каждый прибор предназначен для определенной частоты. А вы пытаетесь все одним приборчиком за 5 рублей измерить все. Абсурд это. Не делайте глупостей. Априори, если у вас есть проводка, если у вас есть телевизор, компьютер, то с точки зрения биологии вашего организма вы находитесь во вредных условиях жизни. И это однозначно, потому что в городе нельзя жить по большому счету. Есть гораздо более серьезные и опасные воздействия, чем простые вот эти механические, физические нагрева. Из месяца в месяц, из года в год. Вот эти потоки энергии, которые проходят. Они накапливаются. Как радиация, аналогичная. Вот это воздействие на клетку, на ДНК клетки, на деление клетки идет постоянно. Это как раз информация, наложенная на несущую частоту, которая называется модуляцией. И вот эта модуляция как раз разрушает клетку, потому как потенциалы на мембране клетки, они являются наиболее чувствительными к воздействию электромагнитных полей. Независимо от мощности. У вас мощность может быть подпороговой, рядом с нулем. Но если вы только запускаете модулированный сигнал, все, клетка выходит из равновесия. Избивается обмен веществ и начинается накопление вот этого сбоя. Если вы докажете обратное лично от себя, я даю 200 тысяч рублей. Физики, уважаемые товарищи, я прошу вас, не беспокойтесь. Ваша задача передать сигнал с хорошим качеством и наиболее мощным. Но вы не гигиенисты, не медики, не биологи. Вы не можете оценить, как воздействует на живой сигнал на живую клетку. Не может. Вы этого просто не знаете. На рабочем месте используется. Вот этот прибор, измеритель напряженности электрического поля по двум высокой и низкой частоте и напряженности магнитного поля тоже по низкой и высокой частоте. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну вот буквально уже спустя несколько недель у нас очередная встреча с Владимиром Николаевичем Тюняевым, потому что предыдущее видео наделало много шума, были несогласные, нежелающие. Те люди, которые пытаются отстоять свой любимый Wi-Fi. Изумительный, уникальный продукт достижения, так сказать, науки и техники. И, видимо, несущего благо общества. И такое удобство, и такое радость, чтобы тыкаться в кнопкотыки. Вернее, это как задорно, сейчас это даже просто я тыкалки называю, когда водят по пальчикам по телефону. Было удобно в любом месте, даже на сортире. Ну и в связи с этим, как бы кто ни мечтал, как бы кто ни хотел, есть определенные объективные факторы воздействия. О них сегодня мы поговорим. Более того, Владимир Николаевич сегодня принес несколько интересных приборов, которые мы покажем, он покажет, сделаются замеры, их несколько приборов. И сейчас поясним вам, что же будет, о чем мы сегодня будем говорить дальше. Будет некий анонс на будущее, я скажу о нем сейчас, чуть позже. И то, кому эти темы интересны, о чем мы поговорим в конце нашей сегодняшней встречи, это несколько интересных, на мой взгляд, тем. Владимир Николаевич, ну скажите, что, так сказать, сегодня будет, что за приборы вы принесли, какие будут замеры, для чего эти будут замеры сделаны, чтобы показать... Юрий Андреевич, я предлагаю осветить тот аспект, о котором практически все забывают. Давайте. Вот у нас есть методическое пособие, которое у вас есть, вы его покажете. Оно есть в продаже, оно есть в электронном виде. Прямо под нашим, вот с электрониками на сайте nadgar.ru, брошюра, нажмите, и она в электронном виде бесплатно, вы сможете ее посмотреть. Так вот, разместили диаграмму, вредные факторы воздействия окружающего мира на человека. И сделали, провели анализ, а во сколько раз вообще увеличилось тот или иной фактор, и как изменилась окружающая среда, и как изменилось здоровье населения вообще в целом. И интересно, вот за 27 лет, с 90-го года, когда распался Советский Союз, развалили, да. И, соответственно, начинаются те изменения, которые мы сегодня уже пожинаем. Да, вот 27 лет. Я вчера зашел в интернет, интересно просто было уточнить, во сколько раз у нас увеличение чего-либо во вредных факторах. Очевидно, что автомобилей больше стало. Вот, пожалуйста, можете в интернете посмотреть. Количество автомобилей увеличилось в Москве, мы берем Москву, в 5 раз. Да, конечно, да. В 5 раз. Вот мы считаем, что, хотя много иностранных, много там стоит у них, и как бы выбросы не очень большие, но, тем не менее, берем максимальное увеличение выхлопов в 5 раз в Москве. Это воздушная среда, она оценивается, естественно, смог и так далее. Это автомобили. Теперь давайте посмотрим по предприятиям московским. Возьмите любые статистические данные, любые, вот в интернете, я не стал их распечатывать, просто в десятки раз уменьшилось количество предприятий всех отраслей промышленности. Ну, конечно. В десятки раз. От ЗИЛа там до... ЗИЛ вообще уже, по-моему, закрылся. Там все построено уже комплексы. Комплексные, офисные и так далее, и так далее. То есть, в Москве практически выбросов как таковых практически в десятки раз уменьшились. Химическая промышленность, там бактериология и так далее, и так далее. Ну, то есть, воздушная среда. То, что мы имеем в виду по бактериологии и по химии. А физические факторы? А физические факторы у нас увеличились. Базовая станция роутера, то есть, все, что с электромагнитными излучениями связано с полями, в сотню тысяч раз. В сотню тысяч раз. Вот оцените, в пять раз автомобили и в сотню тысяч раз напряженность электромагнитного поля всех источников. И, естественно, в первую очередь базовые станции, мобильные телефоны, роутеры. Потому что мы это все, СВЧ-источники, держим у головы. Круглые сутки. Круглые сутки практически. И народ не понимает. Мы сейчас придем к измерениям. Вот много роликов показывают, что да, это нагрев. Показывают микроволновую печь. Показывают, как она нагревает. Там фокусы с взрывом попкорна. Это фокусы. И с опилками фокуса действительно держат магниты. Потому что СВЧ от телефона, как таковое, если брать смартфон или простой телефон, естественно, они не оказывают физического резкого воздействия на что-либо. Которые нам показывают противники. Да, да, да. Но я всем хочу сказать. Я занимался аттестацией рабочих мест по физическим факторам. Аккредитован был в Роспотребнадзоре Российской Федерации 13 лет. И в нашей лаборатории есть все приборы, которые допущены до измерений. И то, что в роликах показывают тестеры аналогично данному тестеру. Ну, вот этот тестер электрического поля, как анонсируется. И плотности потока энергии. В принципе, им можно что-то померить, что-то оценить с точки зрения, что есть. Но оценить с точки зрения количественной, хотя они показывают количественную невозможно, потому что он не тарирован. И у него разница между теми приборами дорогими, которые допущены к измерениям, в два-три раза. Ну, представьте себе, в два-три раза. И потом, люди, перестаньте измерять всякую ерунду. Измерения проводятся в специальной одежде, хлопчатобумажной, в хлопчатобумажных перчаточках, которые надо одевать на руки, чтобы не было статики желательно на руках. Потому что руки поглощают энергию, естественно, и измерения становятся некорректными. И вот вернусь сейчас к тому, что мы на диаграмме изобразили. Все-таки область электромагнитных излучений, она составляет среди прочих факторов, которые влияют на здоровье, 29%. То есть, вот это практически 30% того влияния, которое оказывается электромагнитным излучением на организм человека. В данном случае около 20% еда, около 20% вода. Самое меньшее воздействие по нашим исследованиям – это воздух, где около 10%, которым мы дышим. Самое маленькое. И образ жизни – 24%. Что такое образ жизни, все прекрасно знают. Это исполнение нравственных правил. Хотя по рекомендациям ВОЗ и их решениям образ жизни влияет на здоровье около 60%. То есть, отношение человека к жизни. Это смотря что включать в это понятие образ жизни. Если мы говорим не только о духовной и нравственной сфере, а физической, то есть там режим дня и ночи, бодрствования, физическая работа. Конечно, можно сказать, что 60%. И я хочу сказать, что за эти 27 лет, соответственно, среди прочих факторов вредных, электромагнитные поля, сотню, тысяч раз превышают все, что ныне изменилось в окружающем пространстве. Почему, на ваш взгляд, люди так вот держатся за вот эти любимые Wi-Fi, сотовую связь? То есть, они мысленно даже, многие есть такие люди, которые прямо аж злобой берут, когда против что-то начинаешь говорить. Любые аргументы не важны. Они за любой вот готовы зацепиться в свой любимый смартфон и Wi-Fi, опровергая здравомыслящие, так сказать, рассуждения, логику и так далее. Вот почему они настолько, напомню, известное выражение Гиббельса. Пропаганда определяет все. Извините, если телекоммуникации выделяют на рекламу своей продукции и услуг связи 20 миллиардов рублей ежегодно, как минимум, это опубликованная статистика. А предупреждает Минздрав, вообще не предупреждает об этом. Естественно, люди скажут, а что тут такого, ничего страшного. Просто все забывают. Еще раз обращаюсь к тому поколению, которое еще знало, что такое техника. Те даже военные и гражданские лица, которые работали с СВЧ-источниками. А это, товарищи, еще раз повторяю. СВЧ и ультравысокие частоты и сверхвысокие частоты. И они как раз аналогично, еще раз подчеркиваю, и это было отражено специалистами, Никитина Валентина Николаевна озвучивала данные, что влияние СВЧ на организм аналогично радиоактивному влиянию. Те работники, которые работают на атомных станциях, имеют те же патологии, что и работники, и пользователи мобильной связи. Это доказано, и все гигиенисты об этом знают. Кстати, есть несколько писем было, приходило, под последним роликом, и не только под ним, от людей, кто работал в этой области, связанные с... Да, у меня жена работала с СВЧ. Молоко и увеличенный короткий день 6 часов, перерыв между работой каждый час 15 минут и увеличенный отпуск. Товарищи, молоко дают за вредные факторы. Правда, это, так сказать, заблуждение насчет того, что молоко якобы, так сказать, снимает... Ну, это... Да, конечно. В некоторых... Оно не воздействие. Оно, как ацербент, может, может в некоторых случаях убрать токсины. То есть, свернувшись и вывести токсины. Некоторые, не подчеркиваю. Это иногда у нас доктор прописывает молоко. Это вообще-то выводит токсины, пектин и клетчатка, и плюс... Безусловно, безусловно. Ну, так считалось. А это неправильно. И, действительно, гриб-дождевик в этом смысле номер один, который выводит и тяжелые металлы, и радионукрия из организма. Да, конечно, конечно. Природа дала те целостные продукты, которые, естественным образом... Ну, и наши предки знали, что грибы есть лекарства. Естественно. И травы, конечно. А я еще, кстати, знаете, что хочу сказать в этой связи, что вот почему люди так цепляются, как я аналогию такую приведу, как за любимый кусок мяса, это, я говорю, сосиска в голове. То есть, когда у них они не понимают, оправдывают через все, что угодно неразумными умозаключениями, а, так сказать, какими-то выкрикиваниями, которые основаны на их желаниях и порочных пристрастиях и вере. Так вот, говоря здесь вот о сотовой связи, почему так цепляются, причем за беспроводную, ладно, ну, проводная связь, какие проблемы? Хорошо, не проблем нет. А я скажу, лень. Лень поган. Конечно. Которая им хочется тыкаться, вот это тыкался, везде, в любой точке мира, в любой точке страны. Да за столом, когда кушают уже с компьютером, с телефоном не отрываешь. Вот уже публикует даже в кафе муж с женой или кто-то приходит и сидят оба тыкаться. Да, общаются. Нормально, да? То есть, это куда мир катится? А они за этот мир руками и ногами цепляются. То есть, кто вы, вот те, кто, вот без всяких обид. Просто подумайте отрешенно, вот попытайтесь, посмотрите на себя со стороны. Вот те, кто тыкаются в телефоны при возможном-то живом общении нормальном человеческом. Да вы же зомби, вы уже из людей, в кого превращаетесь? В роботизированных каких-то существ. Но это ненормальная жизнь. И это жизнь. На любом плане, там, на ментальном и прочем, на каком угодно, она к добру не приведет. То есть... Закончится как таковая жизнь духовная. Абсолютно. Потому что человек, тем более близкие люди, общаются между собой не только вербально словами, но энергией. Конечно. Мужчина передает энергию мужскую женщине, а женщина мужчине. И получается гармония. И все, кто этого не знает, это просто катастрофа. Я еще в этом связи хочу сказать, не знаю, как насчет некоторых, ну вот многих молодых людей, но более старшего возраста, наверняка. Когда еще не было такой сотовой связи, так сказать, ну лет хотя бы 20 назад и раньше. Вот часто люди наблюдали, что особенно вот когда муж с женой или люди, которые сплочены какой-то общей идеей, коллектив определенный, вот сидят даже, думают о чем-то. Один говорит, говорит, я о том же думал сейчас, да, например. Или про то же чувство. То есть, это и есть то самое, вот это эгрегоры, так сказать, общение через энергию информацию. Миропонимание, к сожалению, абсолютным большинством людей ограничивается только физическим восприятием, которые они... А чувства-то, а чувствовать вот эти незримые... Они считают это несерьезно, особенно люди науки. Так это главное, чувство, главное, оно подсказывает человеку, в чувстве живет совесть, которая говорит плохо или хорошо. Конечно. И когда мы научимся чувствовать, нам не нужны будут никакие приборы. Вот это все, извините, это костыли. Зачем мне, например, эти костыли, когда я и так могу определить? А вот затем, чтобы доказать вот таким умникам, которые считают себя... Вот особенно, знаете, кто любит возражать? Физики. Физики, да, радиоинженеры всякие там и так далее. Вот они, физики, они прямо считают, что это все чуть ли не мракобесие. Но знаете, что самое мне понравилось в большинстве? Вот были такие, написали недавно, ну под разными видео нашими, семью уже, которые выходили. И когда я просто вот составил такой калаш, там, во-первых, одного ответа тоже физиков, наши все эти выкладки на научную работу, все, что прислали. Ни один из них потом, видите, любит возражать потом, ну если доводы не абсолютно убедительные и доказательные, так вот ни один человек после этого не попытался опровергнуть ту информацию, которую я тогда вот собрал. А как это можно опровергнуть? Если люди просто не знают, что такое измерение, что такое гигиена. А вот сейчас замерим, мы как раз поговорим. Да, мы сейчас покажем основные приборы. И мы разобьем вашу веру. Вот боитесь, можете выключить, кто боится, что веру вашу покорежить придется и поколебать. Но это, значит, лучше поздно, чем никогда. И лучше глаза открыть сейчас, чем закрыть их раньше положенного срока, отведенного вам от природы жизни вашей. Мы за кадром сейчас до начала записи, Солония Николаевича, замерили количество аэроионов в воздухе просто в этом помещении. И когда включили вот этот ионизатор, что произошло? Это как бы там, ну кто-то скажет, реклама. Ну, реклама только в связи с тем, что да. Но ведь интересно, наверное, разумным людям не то, что реклама или не реклама, а суть явления. И вот об этом мы тоже поговорим. Кстати, это касается непосредственно вот темы замеров. Ну, а теперь давайте, наверное, перейдем к замерам. И вначале, вначале могли бы вы сказать пару слов от тех вот двух особенно, я вам пересылал, помните, глобальных, я бы сказал, таких вопросах, которые выразили, ну, более-менее интересующиеся люди. Первое, это что-то вот связанное с батареями железными, по которым передаются какие-то... СВЧ-источники? Да. ВЧ. Он прислал ссылки. Я видел, видел, я смотрел это, я раньше смотрел еще. И второе видео, которое прислал человек, вот, мол, доказательство обратного или что-то такое. Мальчик достаточно подготовленный с точки зрения процесса нагрева пространства вот той же микроволновой печью, но он совершенно не знает область гигиены. И вообще, кто ее знает, если даже профессор Никитина на научном совете среди докторов и кандидатов наук, обсуждая вопросы гигиены в Санкт-Петербурге, ей задают вопрос, а что такое санитарные правила? Кандидат наук, она говорит, я выпала в осадок, и это было произнесено в Совете Федерации. Совершенное невежество и совершенно практически все забыли, что такое санитарные нормы и правила. И предельно допустимые уровни. Вот все, что вы показываете в интернете, всякие не фокусы, а измерения, они не имеют никакого отношения к здоровью и к человеку. Вы что-то меряете, а чего сами не знаете. Во-первых, сложная электромагнитная обстановка вообще, одним прибором она не измеряется. Как минимум, сначала вам нужно измерить, вот прибор, который измеряет ТКА, температуру и влажность, потому что она уже влияет на измерение. И она должна также соответствовать предельно допустимым уровням. Плюс 22-24 и влажность от 40 до 60%. А все, что выше-ниже, это считается уже, относится к допустимым или вредным факторам. Освещенность, также смотрится этот прибор, также измеряет освещенность на рабочем месте. Причем освещенность должна быть как естественного происхождения, так и искусственного. И коэффициент считаться должен. Потому что восприятие, попробуйте на солнце естественный свет, когда вы здоровье набираетесь, и в искусственном освещении, которое оно у вас забирает, по большому счету. Потому что спектры разные, свет это тоже электромагнитная волна и воздействует вплоть до того, что может просто уничтожить человека. Световые есть пушки, есть масса оружия на этот счет. Кстати, СВЧ оружие сплошь и рядом демонстрируют фильмы, американцы, наши. Это раз. Это первое, что измеряется. Причем измерение должно проводиться в ХБ-халате и в перчатку. Далее. Мы сейчас как раз коснемся измерения аэроионов, потому как вот прибор, который используют в аттестации рабочих мест. Аэроионы это положительно заряженные и отрицательные. Отрицательный заряд считается вредным, положительным, полезным. Но и у них есть предельно допустимые уровни, так как в одном кубическом сантиметре должно быть отрицательно заряженных ионов от 600 до 50 тысяч. Я уверяю вас, в городах, особенно в квартирах, домах, их меньше 200. Можем посмотреть сейчас. Должно быть больше. Должно быть не менее 600 и не более 50 тысяч. А вообще средний уровень должен быть ну хотя бы 10 тысяч. То есть положительно. Это вот гроза в лесу. Это сколько? Это 50 тысяч, да? Это, ну я там не мерял, при грозе. Может и больше. Потому что больше это уже переизбыток, потому что начинаются другие процессы в организме. Обмен веществ усиливается, то есть стимуляция сильно идет. Вот, возможно. Вот. А положительные заряды, они отрицательно действуют. Внутри. Да, значит вы наоборот, значит вы ошиблись вначале. То есть отрицательные и полезные. Полезные, а положительные и вредные. И их отношение должно учитываться обязательно. Я подчеркну для зрителей, отрицательно заряженные ионы. Это фактически вот то самое явление, о котором я много уже лет твержу, которое открыли наши, кстати, российские ученые. А это вот этот эффект передачи, переноса свободных электронов. То есть те самые непосредственные энергии, например, эритроциты крови питаются на 60, примерно 60-70% за счет энергии свободных электронов. Которые переносятся, отрываясь от воды, особенно у горных ручьев и каких-то водопадов, у быстротекущих рек. И там вот этот вот заряд фактически энергии такого, что люди, кто живут там и есть меньше даже хотят физической пищи. Мы же здесь еще не рассматриваем опять-таки энергетические аспекты. Потому что в официальной науке и практике не принято использовать понятие энергетические потоки или каналы энергетические. Ну как по китайской медицине, хотя это не китайская, это наша русская всю жизнь была. И можно рассказать, через какой пальчик выходит энергия, через какой проходит система пяти первоэлементов, как распределяется эта энергия. Она несет основную энергию, информацию, вот эта энергия протекает через меридианы и выходя где-то или входя через биологически активные точки. Это огромная наука, которой многие владеют и у нас, а в Китае она признана как официальная. И, кстати, диагностика по ней, она более точна, нежели все физические диагностики визуальные, которые они используются. Да, и вот почему даже в японских уже клиниках официальная медицина, например, вот можно посмотреть мое видео с ПА-капсулой, это вот выделение генерации иона водорода. Это рак головного мозга из ПА-капсулы. Когда уже в клинике даже тяжелая форма рака, комбинируя методы, например, термальные, нагревая тело до определенных... И аэрируя воду водородом, то есть когда насыщается молекуль ионами водорода, кровь и лимфа и все клетки организма, и прям снимки, как вот прям понедельно там, значит, как даже тяжелые формы рака лечат. Потому что, значит, если да, если вы не в теме, то просто посмотрите те видео, которые будут здесь по ссылкам, поймете. И еще, если вы хотите услышать, а вот медицина от медиков, пожалуйста, книга Гарбузова, это доктор, врач, ионы водорода лечат рак. Там вся научная выкладка простым, доступным для, ну, среднего ума человека понимания вполне достаточно. Просто прочтите перед тем, как возмущаться почему-то. То есть, ну, видимо, те, кто не желает быть здоровыми, они возмущаются. Меня просто поражает иногда, так сказать, это. Есть такие люди, кто не хотят. Их много, и все говорят обычно, да ладно, все равно умирать. Но когда вы страдаете, все равно приходите и хотите, чтобы вы страдали. Это сейчас они хорохорятся. Да. Но когда придет час икс, если, конечно, вам не повезет. А если дети заболели, вы так будете, да пусть он умирает. А у них, как правило, таких детей нет, ну, как правило. И вот еще, они вот хорохорятся, но когда, вот если им не повезет, и они сразу не умрут, ну, в одну секунду от инсульта, инфаркта, прям в раз. А будут, например, от рака или инсульта парализованными годами лежать или что-то такое. Вот тогда в их ум придет, как бы из подсознания, где уже эта информация есть, придет в сознание вот эта, вот так сказать, картина, но будет так жалко за вот эти вот годы глумления. Вы знаете, я встречаюсь с онкобольными и говоря им о причинах заболеваний онкологических. А в данном случае мы использовали свою методику и установку. Боятся все. И даже их не сподвигает, большинство не сподвигает их состояние к переосмыслению образа жизни. Они считают, что это неважно. А статистика смерти при онкологии, при официальной медицине тоже не смущает? Они же общаются с другими, что в результате конец всегда один, кроме уникальных исключений, когда не сама медицина этому способствует, а куча разных факторов и обстоятельств. И сам человек воля к жизни. Во-первых, да, как у Донцовой тоже или у кого-то. У кого-то это совершенное стечение обстоятельств, которые человек просто не проанализировал и естественно думает, ну вот потому что у меня химиотерапия была. Кто-то говорит, потому что удалили или что-то, так сказать, но он даже не анализировал, как и что при этом еще дополнительно изменилось в его жизни. Вот если бы думал, анализировал, то может быть и понял бы, что. Но про онкологию, кого интересует несколько видео, есть под этим видео, тоже будет. Ну, давайте тогда еще приборы какие-то. А вот что это с длинной такой трубкой белый прибор? Нет-нет, вот этот. А, ну, кстати, два, да. Вот расскажите еще сразу. Прежде всего, прежде всего, линейка должна быть. Так, потому что вы измеряете, например, рабочее место оператора компьютера или источника СВЧ. Вот от источника СВЧ, от телефона, расстояние до измерителя должно быть 37 сантиметров. Вот вы отмеряете. Зона сформированной волны. Где измеритель, в данном случае даже мы можем этим пользоваться измерителем, показывает истинное положение источника излучения. То есть, на расстоянии вот здесь 15, 30, вот здесь 37 сантиметров. И вот здесь он, вот он. Здесь сформированная волна. Измерять вот здесь, здесь хаос. Вообще в ближней зоне никто ничего не знает. И поэтому, когда мы включаем прибор, пусть он в два-три раза врет, грубо говоря, да. И включаем, в данном случае на передачу, вот телефон, надо пробовать в перчатках, он не будет работать, наверное. Сейчас я его включу. Ну, кнопка такой тыкальный, да. А это кнопочный. Вот, пожалуйста, кнопочный. Я сейчас наберу. Себя. А, вот. Ролов. Вот набираем вызов. Вот смотрим сейчас вот на этот. А сейчас покажете потом на камеру. Ага. А мы не переключили. Вот. 70, 80 микроватт на сантиметр. Покажете вот так вот на камеру его. Давайте я. Сейчас я включу. Монитором кинем. Ну, здесь, к сожалению, надо его устанавливать вот так, чтобы монитор показал. А сделайте фотографию на втором телефоне сейчас. Вот табло, что он показывает. А мы потом просто картинку... Сейчас. Так. Вот я сейчас включаю еще раз. И я сейчас набираю. Сейчас. То есть, до и после. Ну, сейчас, да. И потом просто что на нем. Ну, чтобы видно было хорошо. Ага. Не показывает. Не показывает. Не показывает как-то. А вот первоначально надо еще раз. Повторяю. Вот эти приборы, которые не тарированы, не тестированы. Вот. Вот. Покажите. Да. Сейчас. Да. Ну, вот покажите. 72. Так, и что это значит за показатель 72? 72 микроватта на сантиметр квадратный Это вот этот телефон А допустимый уровень Даже по действующим санитарным нормам 10 То есть уже в 7 раз 7 раз И это, а, минуточку 37 При методических, по методическим указаниям Когда мы измеряем на расстоянии 37 сантиметров Вообще допустимый уровень Должен быть 3 микроватта на сантиметр квадратный 3 микроватта Считается по формуле Вот на этом расстоянии 3 допустимые А вот здесь вот рядом Оно 100 То есть если человек вот так в ухо прям прикладывает Это вот умножаете 70 практически в 30 раз В 30 раз В 30 раз, да И плюс к этому еще На рабочих местах От СВЧ Источники Есть положение о накопительном эффекте То есть за 8-часовой рабочий день Не более 80 микроватт на сантиметр квадратный А где это прописано? Конечно Это в санитарных нормах и правилах Пришлюте мне, чтобы эту ссылочку Конечно пришлю Потому что многие мне с предприятий, с офисных центров Говорят, как руководству объяснить Да Вот И в данном случае, когда у вас много источников Оно сочетанное действие Оно накапливается Накапливается И вы должны вот это измерение умножить на 8 часов Как минимум Это во-первых И во-вторых Ведь еще наложения идут Которые вообще померить нельзя Это мы сейчас говорим О термическом Это вот о том О чем физики говорят А вот сейчас мы говорим о том А мы только о физике говорим Мы не о биологии говорим Мы о физике О нагреве Определенной частоты и мощности То есть Нагрев ткани Она нормируется В санитарных нормах Используются допустимые нормы И то она превышает Скажем так Кладется какая-то так называемая еда Хотя еда в микроволновке не кладется То есть то, что кладется в микроволновку Это вообще не еда Ну по биологии По сути Это мертвая уже пища А вы ее вообще убиваете Так вот Там вы ее разогреваете Потому что там молекулы просто бьются Колебания Да Вот эти вот Супер высокая частота Это миллиарды колебаний Миллиарды Один гигагерц Это миллиард колебаний в секунду Вот И во-первых Не говорим про информационное воздействие Разрушительное Только нагрев Так вот Нагревают Но вот говорят Вот телефон нагревает Так нагревая А некоторые чувствуют Я например чувствовал Когда раньше Что прям Вот ты говоришь Там пять минут И уже прям вот Как раскаляется Хотя Это люди Некоторые Не все чувствуют Но мы сейчас говорим о том Не то что кто-то чувствует Это ладно Дай бог с ним А то что это говорят И фиксируют приборы А вот это в нагреве Но представьте Из месяца в месяц Из года в год Вот эти потоки энергии Которые проходят Они накапливаются Да И Как радиация Аналогично Вот это воздействие на клетку На ДНК клетки То есть на информацию На Скажем Деление клетки Идет постоянно Вот это Это как раз информация Наложенная на несущую частоту Которая называется Модуляцией И Вот эта модуляция Как раз разрушает Клетку Потому как потенциалы На мембране клетки Они являются Наиболее чувствительными К воздействию Электромагнитных полей Независимо от мощности У вас мощность Может быть подпороговой Рядом с нулем Но если вы только Запускаете Модулированный сигнал Все Клетка выходит Из равновесия Избивается Обмен веществ И начинается Накопление Вот этого сбоя Вот то наверное О чем как раз говорил Ну академик Горяев Говоря о мелодике Вот этой клетки Определенно Ну безусловно А тут когда мы Безусловно Безусловно Без программы Заложенные А противопрограммную Какую-то Да конечно Но масса есть Научных работ Докторских диссертаций Доклады Исследования В том числе В Саровском институте Ядерных исследований Где Лобкаева Озвучивала В Совете Федерации Эксперименты Что вот как раз Подпороговый уровень Мощности СВЧ Модулированный сигнал Несущая частота Никак не воздействует На клетку Оказалось А модулированный сигнал Подпорогового уровня Клетку Просто Выбивает Из равновесия То есть короче говоря Дорогие физики Есть гораздо более Серьезные Опасные воздействия Чем простые Вот эти механические Физические Нагрева Да Гораздо более опасные Которые вы почему-то Не хотите Понимать Я написал физикам Физики Уважаемые Товарищи Я прошу вас Не беспокойтесь Ваша задача Передать сигнал С хорошим качеством И наиболее мощный Это ваша задача Но вы Ни гигиенисты Ни медики Ни биологи Вы не можете Оценить Как воздействует На живой сигнал На живую клетку Не можете Вы этого просто не знаете Зачем вы тогда Выступаете И говорите Это хорошо Это плохо По меньшей мере Вы Себя Дискредитируете И вы Дискредитируете Даже вот В некоторых фильмах Когда даже Уважаемые ученые Об этом говорят Вот этим прибором Носят и проверяют Да не измеряется Так Это делается Все Вот мы сейчас Здесь Не в лабораторных А условиях А измеряем На рабочем месте Можно сказать И на рабочем месте Используется Вот этот прибор Измеритель Аэроионов Масс 0.1 Вот этот прибор Ну-ка покажите его Вот этот прибор В метр АТ 0.02 Измеритель Напряженности Электрического поля По двум Высокой и низкой частоте И магнитно Поля Напряженности Магнитного поля Тоже по низкой Высокой частоте Будет табличка Где все допустимые Нормы Будут указаны Вы ее выложите Конечно Чтобы все понимали Допустимые нормы Которые Вот этим прибором Измеряются В поле Так скажем В квартире В доме В офисе Другими приборами Которыми вы пользуетесь Аналогичные Вот этому прибору Они Ничего не Они что-то показывают Конечно Но непонятно Что Вот тут еще раз скажу Есть такие приборы Типа вот этой ручки Такие чуть-чуть потолще Г На палочке Для ОВП метра Да Электронные И начинают Говорить Вот мы померили Воду В приборе И он хочет И он хочет Чтобы этим Тем более Не калиброванный Правильно Электрод Сам на конце Да там И вообще Они стеклянные Не пойми что Они должны быть Из специальных Сплавов металлов И окислы Надо перед каждым Измерением Специальной Такой Микро шкуркой Как бы протирать Снимать эту пленочку Чтобы более Калибровать прибор Перед каждым Измерением Вот такими И аналогичными Приборами Вот такими А не тем Г Которые стоят В десятки раз Меньше Чем вы пользуетесь Точно такая же Аналогия По любым Видам Измерения Чего бы вы Не измеряли Радиацию Я вот в свое время Покупал прибор У меня были разные Там радиометры Дозиметры И прочее А настоящий Прибор Дорогие друзья Весят десятки Килограмм Да они Там свинцовая Потому что там радиация Источник радиации Калибровка Постоянная Автоматически Источник радиации Свинцовая Вот я покупал В Лет 10 назад В Белоруссии Ну то есть мне Ну там Как говорится Это еще производят Очень хорошие Советского ГОСТа Это чемодан Был Стоимостью В то время Тысяч под сто Семьдесят Где-то Ну извините Вот этот прибор Сейчас Он стоит Восемьдесят пять тысяч рублей Это И знаете что я хочу сказать Самое интересное Что он не все Измерял даже тот прибор Да конечно Потому что Тожный размер со стол А вот этими тыкалками За три рубля Хотят иметь Картину жизни Картину мира Это абсурдно Потому как Даже Вот данные приборы Имеют погрешность Двадцать процентов А приборы связанные С СВЧ Дорогие Не эти Это Тут погрешности Триста процентов Они могут быть В разы В разы В разы Ну можно Посмотреть Есть или нету Да А погрешность СВЧ Тридцать процентов Приборная Если мы Даже когда мы Измеряем Аэроэоны Мы должны сначала Собственно измерить Количество аэроэонов В этом аппарате Потом вычесть Измеряемый Вот уже Воздушного пространства И в течение дня Посмотреть В каком месте Какое количество Аэроэонов И в данном случае И уже Можно понять Что происходит На самом деле У вас В помещении Сейчас измерим Как раз посмотрим Что у нас происходит А можно Я сейчас еще Еще покажу Вот это что за прибор И это измеритель СТ-01 Измеритель Напряженности Статического поля То что вы В батареечке Показываете В батареечке Говорите СВЧ ВЧ Ну каким прибором Вы измеряете Вот измеритель Статического Покажет напряженность И то Вот берете линейку На расстоянии 40 сантиметров Измеряете Вообще Это измеритель От Экрана монитора Ну можно Посмотреть И статику Есть Другой прибор Измеритель Токов промышленной Частоты 50 Гц То есть Каждый прибор Каждая его Программа И антенна Здесь заложенные Схемы Предназначены Для определенной Частоты А вы пытаетесь Все одним приборчиком За 5 рублей Измерить Все Абсурд Это Не делайте Глупостей И не пытайтесь Что-то Измерить Потому что Априори Если у вас Есть проводка Если у вас Есть Телевизор Компьютер У вас Уже Все Вы Вообще Находитесь Вот в этой Напряженности Пусть она С точки зрения Физики И в нормах Может находиться Но с точки Зрения Биологии Вашего организма Вы находитесь Во вредных Условиях Жизни И это Однозначно Потому что В городе Нельзя жить По большому счету Дорогие друзья Вы не удивляетесь Почему мы так Горячимся Просто так Надоели Вот эти Доморощенные Умники Физиков Прошу не беспокойся Еще раз говорю Физики Давайте догадимся так Вот если вы Ну допустим Человек может сомневаться Это нормально Пост под видео Вы увидите Всю информацию Это десятки ссылок Очень важных Вот если вы захотите Возразить что-то То вы должны Как порядочный Я надеюсь Человек Если вы таковым Я являетесь Посмотреть все это Продумать Подумать Посмотреть аргументацию Исследование Доказательную базу После этого Если вы Гений И увидите Что же там Недоработано Или в чем ошибки Каковы Так сказать Ваши аргументы Против То мы Приглашаем вас То есть Напишите на почту aravanosobakabk.ru Ваши претензии Только со словами Я посмотрел Все что вы Разместили Под данным Видео По ссылкам И имею Возможность Или желание Возразить И доказать Обратное Или что-то Следующее И пишите что В таком случае Мы приглашаем вас Вот прямо обязательно Мы или здесь у нас Или найдем место Где-нибудь в Москве Мы снимаем Под Москвой Под Зеленоградом Неважно Где Значит И пригласим И пригласим вас И ваших коллег Можете перевести С собой Академиков Физиков Химиков Кого хотите Любых ученых Если не только вы Пожалуйста Вместе приезжайте И попробуйте Доказательно Аргументированно Возразить И опровергнуть То Что мы Вот говорили Что мы сейчас Вам показываем И сейчас И в предыдущих Семь И все Все наши Попробуйте доказать Обратно Если вы докажете Обратно Лично от себя Ну я даю 200 тысяч рублей Просто вот я сейчас Говорю Я человек честный Меня Так сказать Ну люди знают И я вот Официально заявляю Лично от себя Просто мне это интересно Я дам тому человеку 200 тысяч рублей Когда он докажет Аргументированно Что Не прав Владимир Николаевич Вот в том Что он говорил В чем-то И сможет Ну то есть Доказать обратное Договорились Вот Ну давайте тогда Что С аэроионами Давайте вот интересно Да Аэроионы Померьте сколько в помещении Вот мы Непрерывно Телефоны уберем А то скажем Рядом Ну подальше Мало ли там Что Ну в общем Просто в помещении Сейчас посмотрим Что у нас С аэроионами Отрицательными Ну то что нам важно Положительные Если их во много раз меньше То можно собственно Хотя А есть какие-то нормы Например Соотношение Отрицательных Положительных И каких Вот эти нормативы Отношения Есть Нормативы Мы их опубликуем Пришлем Вот это отношение Отрицательных Положительных Давайте Там должна быть Определенность Давайте сейчас померяем Потому что мне очень интересно И самому Пока вы выключаете Скажите Дорогие друзья Вот этот прибор Ну я его так вот назову Пока Ну пусть Как бы Вперед Уникальным Потому что он Во-первых Не видишь он такой красивый Как колонка Современная Там вот это вот Знаете Воздух дует Откуда такие Воздух ду Или музыкальные Нет Потому что Эта компактность Аккумуляторной Мощной батареи Хотя очень малые Токи Выдает И потребляет Поэтому там Беспрерывные работы Более чем двое суток Такая реклама Это выделяет Аэроионы Вот сколько выделяет Мы сейчас посмотрим Вот сначала измерим Я его пока не включаю Я проверял прибор У него собственный Состав аэронов Внутри его Где-то около 50 То есть мы 50 Минус 50 Количество аэроионов Квадрат В кубическом сантиметре В кубическом сантиметре Воздуха Да С минусом С знаком 50 единиц Вот мы Нажимаем Кнопочку Включения Вот он Пищать начинает Так И Нажимаем Циферку 1 Это непрерывное Измерение Сначала Можно развернуть Его не обязательно Можно развернуть Ну здесь вот Видите Тут Забор воздуха Здесь Он прогоняется Покажите на камеру Да пожалуйста Вот Вот он начинает Забирать воздух Начинает Работать Вентилятор И это продолжается Где-то минута полторы Он должен Прогнать Через прибор Воздух Оценить Количество Отрицательно Заряженных Аэроионов Положительно Заряженных Аэроионов И выдать На дисплее Их количество Аэроионов Умноженное В кубе Которое считается По алгоритму Заложенному В нем На основе Внутреннего Его Так сказать Да конечно Это прибор Тарированный Который Измеряет Количество Аэроионов И вот Когда он Остановится Мы посмотрим Вот какое Количество Аэроионов Отрицательно Заряженных Он выдаст В этом Помещении Да И сравним В этом месте Помещении А для чего Нужны И вот Отрицательные Аэроионы Что они Дают Отрицательные Они Улучшают Обмен Веществ И вообще Улучшают Работу Всех органов И систем Практически Потому что Вы были После грозы В лесу Как дышат У вас Подъем Энергии У вас Работоспособность У вас Счастье Тогда такой вопрос Логичным ли Вы считаете Заявление Тех людей Кто Находился Спал В помещении С повышенным Содержанием Отрицательных Аэроионов Которые говорят О том Что они спали Меньше Высыпались Лучше Бодрее Становились Утром И так далее Смотрим Так Минусовых Кстати 1210 Больше 600 В норме Вот сейчас Но мы С вами Это еще Видимо Может быть Потому что Мы включали Прибор Помните До включения Что было Ну вот Сейчас Здесь 1200 Ионов Отрицательно Заряженных Ионов Это больше 600 Но Вообще Норма От 600 До 50 Тысяч Это мало Это маловато Но в норме Хотя бы есть Было До того Как мы Утром Пришли И вы И я И А их Было 200 Сейчас Давайте Еще раз Перепроверим Так вот Вы скажите Ну пусть Пока Крутится Значит То есть Это же Энергия Ну Конечно Я имею Это Определенно В виде Той Самой Приливи Сил Я имею В этом Смысле И Меньше Усталости Больше Бодрости Естественно Больше Работоспособность Лучше То есть Ощущение И Состояние Ваше Оно Ну Активное Активное У вас Мозги чистые Разум ясный Вы Хотите Трудиться И вы Хотите Что-то Делать Доброе Полезное Ну И Соответственно На сон Нужно Меньше Времени Человек Лучше Высыпается Не чувствует Себя Разбитым Как Раньше Ну И так Что Остановилось Сейчас Посмотрим 1.36 Минус То есть 1360 Отрицательно Заряженных Эонов В кубическом Сантиметре Это норма А вот Перевключите Вот Один раз Нажал Это у него Режим 5 минут Работает 55 Отдыхает А мы Нажмем Два раза Зеленая Кнопка Это значит Что Постоянный Режим Вот Давайте Поставим И посмотрим Что Отнимем 50 Собственный Прибор Который Имеет Внутри Отрицательно Заряженных И все равно Получится В норме В норме В допуске Я не скажу Что это норма Все таки На мой взгляд Где-то 1020 Отрицательно Заряженных Было бы Отлично Особенно Для Слабленных Людей Когда Ослаблен Умненитет Больные Люди Почему Собственно Я говорю Есть преимущества У жителей Горных Районов Определенных Высот И особенно Кто живет Рядом С источниками И водопадами То есть Журчащая вода Лес Конечно Лес Лес дает Отрицательный Лес Это лампа Чижевского По сути Иголки Вот эти Там От мустр Такой Черный Да А это Естественно Конечно Лучше Естественно Жить В природе Ведь не просто так Например Грабовые Леса Там например Настолько чистая Среда В плане Бактериологии Что операции Можно проводить Без Азонирования И ультрафиолетовой Обработки Воздуха То есть Это абсолютно Вот известно То есть Хвои Понятно Мы же знаем Что такой Тихий экстракт Хвойный экстракт Так Посмотрим 1.41 Чуть-чуть увеличилось Но мы включали его Вот представляете Себе Отрицательно Заряженные Остались Полчаса Ну Наверное Около часа Уже разговариваем Они Остаются Здесь При включении Мы включаем А давайте Пусть он будет включен Мы потом измерим Еще Может быть Он же Там несколько Работал Буквально минуту А пространство Там вентилятор И он естественно Выгоняет И перемешивает Просто интересные Были показатели У нас первый раз 200 было Вот когда Мы не включали А после включения Сколько было 5 тысяч Что-то такое До 5 тысяч До 5 тысяч То есть Увеличилось Там в 25 раз Да 25 раз Вот И это при Вот только буквально Каких-то небольшом Время Ну да Потому как Надо еще посмотреть Насколько он работает На какое пространство Конечно А его надо Там вот то что К нему идут Инструкции То что это надо Ставить Идеальный вариант Ну даже Вот по ощущениям Воздух меняется Вот чувствуете Ну как после Как после грозы Да-да Что надо Ставить На тумбочку Или рядом С кроватью на ночь И как раз У всех людей Кто бы вот Полгода проводились Испытания Что Прилив сил Меньше спят Вот о чем я собственно И говорил Да Я так спросил Ну пусть работает Давайте посмотрим Измерим что-то Другими приборами То есть вот Ну пожалуйста Вообще Вот статика Статика интересная Она Наряду с Аэроионами Вот когда мы проводили Исследования На больших Площадях 40 компьютеров В помещении В библиотеке национальной И как раз Статика И устанавливали Потом нейтроник И вот статику Измеряли Статическое напряжение Практически В 5-10 раз Падало То есть потому что Вот мы измеряем Вот Измеритель статического Напряженности Статического поля Есть здесь еще Специальная для него Насадка В виде Такого Круга Металлического С такими Ножками Который измеряет Потенциал экрана Еще тоже Нормируем Потенциал Там вольта 500 вольт Допустимый Потенциал Экрана Монитора Статика Везде присутствует Понятно И вот если мы сейчас Включаем прибор И вот начинается Измеряем Начинает крутиться Вот видите Крутиться Начинает Специальный Такая Вентилятор И который Начинает показывать Вот сейчас у нас 330 вольт Вольт на метр 330 А норма у нас какая? А норма у нас Надо посмотреть Я точно сейчас Не помню Надо по По-моему 500 вольт на метр Да Ну здесь компьютеров нет Тут нет собственно Ничего практически Только вот мы Сейчас камеры стоят Свет там Ну что еще у нас? Да Вот текущие 30-31 Вот он измеряет А потом Максимальное Запоминается Вот можете посмотреть Текущее И максимальное Количество Это В киловольтах Измерение Ну на тысячу Мы если Ну тут норма Тут в принципе норма Так Судя по измерениям Еще раз подчеркиваю Таблицу С допустимыми нормами Вы покажете всем Чтобы все понимали Под видео буду Это раз Да И когда Показания в норме То Это допустимые условия Рабочего места А вот где много Компьютеров Вы измеряли Какие там были показатели А там Постатчики были Под тысячу Вольт на метр И такое превышение В два раза Оно не в два Оно там другой алгоритм Наверное Нет Там по другому Считается Есть Инструкция по охране труда Есть методические пособия Есть Санитарные нормы Правила Где В пересчете Вредность Или не вредность Считается там В пять Десять раз Например Если превышение То переходит Например С классификации Допустимые Двоечка На вредные Троечка Это Уровень должен превысить В десять раз Или в пять Или в десять Надо посмотреть По таблице Точно И поэтому Но когда у вас Факторов много Например Вы Аэроионы У вас их нет Практически В городах Нету Аэроионов Вообще А это уже Если меньше Двухсот Отрицательно Заряжено Это Три целых Две десятых По классификации Вреда Место Где вы живете Или рабочее место Вредные Условия Труба Соответственно Вот пожалуйста Принимайте Все Антиоксиданты Или еще что-то Чтобы вывести Все вот эту Набреженку Вредность Это Раз Затем Статика Превышает Если она Превышает Ну там По количеству Все-таки Пять раз Десять Это достаточно Много Мало где Превышение Происходит Но подчеркиваю Все эти Приборы Носят Измерения Физический Характер Нагрева То есть Физический Характер Нагрева А влияние На клетку На ткани Они не показывают Они не показывают Чтобы показать И это было Исследовано И называется Исследование В социально-гигиеническом Мониторике Это Эпидемиологические Исследования Проводящиеся В течение Пятидесяти лет На одной территории С одними людьми И смотрящие Что происходит С ними От изменений Всех этих факторов Когда у вас Одна напряженность Вторая напряженность И делается Статистическая Обработка И выводы Делаются И на основании Этих выводов Которые проводились Еще с 50-х До 70-х Годов В 70-м году Были приняты Санитарные нормы Где все вот эти Допустимые Предельно допустимые Уровни Были обозначены Как раз по нагреву Подчеркиваю И уже по биологии Нагрева Но не по модуляции Модуляции И информации Только сейчас Начали обсуждаться Потому что нормативов нет Американцы Опубликовали 16-летние Исследования Где доказали Что Ни термические Воздействия Вот Ни тепловые Приводят к онкологии Крыс 16 лет исследовали 30 миллионов долларов Потратили Наши в институте В Саровском Исследовали Тоже не тепловые Уровни Я уже говорил Об этом Приводят К выходу Клетки И к возникновению Свободных радикалов Соответственно Вот уже цепочка Там прослеживается Мелатонин Насчет мелатонина Который Тоже отсутствует При воздействии Электромагнитных То есть уменьшается Выработка Конечно А он же Свободный радикал А это противораковый Гормон в том числе Да На этот счет Есть тысячи исследований Есть американский фильм На этот счет Я могу прислать Но он известный Пришлите И вообще Столько много информации По этому поводу И когда люди Опять пытаются Что-то измерить Уважаемые Коллеги Друзья Друзья Слушатели Перестаньте Мучиться Ерундой Вот то Показывают Это не отражает Ничего не отражает Научитесь Пользоваться Интуицией И чувствами Своими И еще раз подчеркиваю Если состоится Наш семинар Мы научим вас Как измерить Простыми методами Как раз На вас воздействие Это более точно Есть стандарт По биолокации Подготовка операторов Биолокации Мы принимали В этом участие Он наиболее точен Среди всех Вот этих приборов Кстати Кто захочет Еще раз скажем В этом уже видео Захочет записаться На данный семинар Который мы проведем Скорее всего Где-то с первого По десятый Там десять Мы можем Начать Вот с недели Кто хочет Остаться Десять дней Предположим Десять дней Но можем Разбить их На курсы Вводный курс Потом С практическими Занятиями Углубленные Кто захочет Пройти вот этот курс Записаться на него Пока в произвольной форме Просто напишите мне На почту Aravan Sobaka.bk.ru О том Что вы хотите Пройти этот курс У нас В Пушкинских горах Он будет проходить Примерно с 1 по 10 мая Сейчас предварительно Вы можете Просто оставить заявку А потом Подробно Мы снимем Отдельное видео Приглашение На этот курс Что люди получат Расскажем с него То есть Чему будут обучаться Как будет проходить время То есть Более подробное Отдельное видео Сделаем ближе к делу Ну скажем Где-нибудь В марте А вот что за приборчик Желтый Там в чехле лежит А мы уже показывали Его Это измеритель Освещенности Температура Мы сейчас как раз Посмотрим Что у нас здесь Ну это Освещенность 500 люкс Ну должна быть Обязательно Не меньше Ну здесь 500 600 Показывает Да Вот я могу показать Вот видите Он сейчас может меняться Потому что угол Меняться Да Ну понятно Около Нормальное освещение Яркость Это экран Яркость тоже Нормируется Яркость Температура Ну здесь 25 В норме 25,2 Посмотрите Да Дальше Здесь большой зал Влажность Влажность 76 Показываю 77 Конечно Видите Тут же Ну естественно От влажности Очень много Зависит Потому как Например Мороз С такой Высокой Влажностью Ощущение Мороза В 2-3 раза Вот хуже Конечно Мы вам показали Вот основные приборы Это вот измеритель Напряженности Электрического И магнитных Магнитных полей А можно его что-то Можно Конечно Мы можем Вот пожалуйста Вот он держится Так же в перчатках Извините Я сейчас одену перчатки Чтобы опять-таки Правильное измерение Ну да Конечно И затем Измерение проводится Опять-таки На расстоянии Берете линейку Если вы измеряете Напряженности полей А можно заодно Вот это параллельно Включить Я поставлю Посмотрю Что у меня Пока вы будете там Измерять Нет Вот это Давайте сейчас сделаем Интересно Вот уже минут 10 Там поработало А мы сейчас Вот его Надо вообще-то Вставить на всю ночь Но тем не менее Пусть пока Пошел Один Один Это он Постоянно измерение проводит Так А сейчас мы посмотрим Как раз напряженность Электрического И магнитного полей Вот у нас Две частоты По электрической напряженности Две частоты По магнитной напряженности Вот напряженность Электрическая Показывает 4 вольт на метр И 0.86 Это по высокой частоте И микро-тесла 0.07 Вот можете посмотреть Ну это низкие показатели Ну то есть Не может быть Тут нет проводов В стенах Кстати Тут нет никаких наводок Тут экранировано снаружи У меня защита определенная Еще раз подчеркиваю Таблица допустимых уровней Будет опубликована И вы по этой таблице Можете посмотреть У меня просьба Как мы закончим Вот здесь запись Посмотреть рабочее место Моего Ну там завсклада И ребят Где компьютеры стоят Пожалуйста Нет проблем Сейчас все помедлено Так Ну что еще можно сказать Давайте так Сейчас вот закончится Измерение аэроионов Посмотрим Скажем И может быть У меня несколько Есть таких вопросов Уже не касаемо темы Потому что Ну что тут говорить Уже в принципе По-моему Мы уже вот все Обсудили На эти 7 передач До 8 Все сказано Просто людям Надо не полениться Посмотреть Потому что там ответы Ведь есть на вопросы Зрителей Которые вот Задают стандартные вопросы И мы на них Вы ответили уже давно Я ответил И многие благодарят Да Нормальные люди А вот Ну есть находятся разные Что там 1170 Отрицательно заряженных Ну в норме От того что было Плюс 200 Это так сказать По крайней мере Хорошо Ну показывает стабильность Вот он показывает 1460 Вот он когда Постоянно мониторит Это надо в течение дня делать В принципе здесь в норме А прибор этот включим сейчас? Да Сейчас включим 1300 1360 И вот он мониторит Ну в принципе Вот рядом с этим прибором Около 1400 Отрицательно заряженных У него Ионок 2 метра Рабочая зона Ну вот сможем 1800 А интересно 1700 То есть больше А здесь вот 2000 Тут больше Ну давайте тогда На этом все И пойдем Попробуем замерить Там На компьютере Дорогие друзья Ну на этом все Значит Всего вам самого лучшего До новых встреч Пишите свои вопросы Под данным видео Смотрите ссылки Под данным видео Обязательно И конечно же Посмотрите Вот в конце Вот эти самые Замеры Посмотрим Что же Сами не знаем Что будет На рабочем месте Причем Что называется В коттеджном поселке В лесу Физических факторов А не в тех местах Где офисы Друг на друга стоят А на крышах Каждого чуть ли не дома Стоят передатчики Усилители И так далее И ретрансляторы А давайте посмотрим Это в лесном Что называется Поселке И то Что вот на рабочем месте У компьютера И то только По тем параметрам Как говорим Которые можно Вообще измерить Вот физические Которые остались С 70-х годов И которые не отражают Абсолютно не отражают Существующего положения вещей Да Ну давайте посмотрим Вот Все До свидания До свидания Сейчас посмотрим Замеры Расстояние На 40 сантиметров Да вот так где-то Нам не абсолютная точность Нужна Но мы все равно Измеряем Что там у нас? 130 130 вольт на метр А здесь повышение 1700 1700 Да Интересно А попробуйте Вот около Электрощитка Еще посмотреть Превышение явное Так 85 Да Прямо это Всего-то Да А здесь Удивительно Смотрите Может что-то Да Не так странно Не-не-не Все 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 нормально Слушайте И что надо делать По идее Мониторы что-ли Сменить А чего это может быть Вообще здесь Что показывает Электрическая По низкой 13 вольт на метр По высокую 0,1 В пределах В норме В пределах Так А вот с этим Значит Всего Сколько Аэронов Отрицательных Около 100 Где-то Что-то Такое Мы Здесь Сейчас Ну да Вот 110 Сейчас 110 Вот Сейчас Он непрерывно Отработан Магнитная 397 Обалдеть Что ж такое С той стороны Нормально Что это тут Магнитное поле Высокое Какой-то Аномалия Это Нано Тесла А не микро Так Надо пересчитать Сейчас Надо записать Просто Или Потом Мне Все пишется Да Значит 28 вольт на метр Первая частота Электрическая 3,41 Вторая частота По магнитной Напряженности 0,04 Микро Теслы А по второй Частоте 369 Нано Тесла Есть Все записано Немного Пересчитаем Посмотрим По допустимым Уровням И пересчитаем А вот По электрической В принципе По-моему Аналогично Только По второй Частоте Интересно Что сейчас Здесь получится 2000 Показал 2000 Ну вот Он в каком-то месте Поток Видимо Как пошел Да